всем привет меня зовут александр и это первое видео на нашем канале у меня на столе новая панорамная камера которая пополнила наш технопарк всего пару недель назад и сегодня мы вам расскажем почему мы решили купить именно ее итак знакомьтесь insta360 pro 2 одну из главных фич нового поколения камер insta360 это улучшенное качество изображения причем апгрейд аппаратный 6 новых матриц с максимальным разрешением 3840 на 2 880 каждая а также новые мощные процессоры благодаря этому мы теперь можем снимать не только 8к моно но и 8к стерео то есть 8к панорама для каждого глаза отдельно также теперь стали доступны 60 кадров в секунду при общем разрешении панорамы 8к и на данный момент это первая массовая панорамная камера которая подарила нам такую возможность зачем нам 60 кадров в секунду многие почему-то рекламируют эту фишку как способ замедленной съемки но на самом деле вся прелесть в другом если у вас есть опыт 360 съемки и особенно в динамике то вы уже знаете что стандартной частоты 30 кадров в секунду для этих целей маловато будет особенно это заметно при просмотре в любых VR устройства постоянное ощущение рывков изображения а при быстром перемещении и вовсе достаточно сильное размытие те кто играет в игры VR уже знают что там частота кадров достигает значение 90 и вот теперь у нас есть 60 фпс а значит практически любая съемка в движении наш конек ну и третье скорее всего даже самое главное в теме апгрейта это битрейт 120 мегабит в секунду на каждый сенсор у большинства конкурентов он едва достигает 100 мегабит а в отличие от первого поколения камер бренда и вовсе отличается в три раза только теперь стоит учитывать что для записи такого уровня понадобится целых семь карт памяти и необычных а самых настоящих sandisk extreme pro коль мы заговорили о съемке в динамике то куда ж нам без стабилизации как правило все 360 камеры требуют наличие дополнительного гимбала для стабилизации картинки и совсем не дешевого и вот теперь новая камера получила 9 осевой гироскоп который в совокупности с фирменной технологией flow state дает нам весьма хорошую стабилизацию и без участия дополнительных стабов ранее эта технология была обкатана на младшей линейке камер бренда и весьма успешно один из важных моментов стабилизация работает и для стерео 360 насколько я знаю это первая в мире камера у которой есть такая функция но это не значит что камера отставит вам все что угодно и где угодно так как процесс стабилизации в 360 достаточно сложная задача есть еще один нюанс фирменный алгоритм стабилизации работает пока только в фирменном софте а он не всегда хорошо сшивает особенно в тесных пространствах поэтому лучший результат будет достигаться например при съемке с коптера или в достаточно быстром движении на открытой площадке для профессиональных кинооператоров система удаленного видеомониторинга далеко не новость и давно используется на съемочных площадках только вот для съемки формате 360 это настоящее событие имя этому событию фарсайт данная система работает только с камерами инстриста 360 pro первого и второго поколения состоит из передатчика работающего с камерой посредством кабеля rj45 и приемника который способен работать с телефонами и планшетами как на ios так и android а также к примеру с ноутбуками на windows для этого в комплекте целая пачка различных проводов на все случаи жизни правда с количеством поддерживаемых гаджетом на android пока несколько все скудно что в итоге мы имеем во время записи система передает видео превью с частотой 30 кадров в секунду в hd качестве на ваш гаджет картинка у нас поступает уже в виде сшитой панорамы а задержка составляет всего не более 2 3 секунд в зависимости от дистанции которая к слову в зоне прямой видимости достигает 200 метров с коптером и вовсе до одного километра поскольку данный бренд себя зарекомендовал решениями все из коробки то естественно новая камера поддерживает лайвстрим в 4к причем как в моно так и стерео ну и как мы уже знаем новая аппаратная начинка дает много преимуществ случае лайвстрима каждый сенсор камеры снимает в 4к в то время как в первом поколении было только 2 и 5к как следствие на выходе мы получаем более качественную картинку по детализации помимо этого камера успевает сохранять исходники для 8к панорамы для этапа по сшивке а также сохранять запись всей трансляции в 4к а теперь самое крутое та самая система удаленного видеомониторинга форсайт работает и в режиме лайвстрима то есть для трансляции на любимый ютубчик или фейсбук теперь не нужно тянуть от камеры компу 100 метровый кабель достаточно воткнуть приемник форсайт либо в комп либо в роутер а дальше с помощью хорошо известной всему бс захватить 4к поток стрима с камеры и направить его куда вашей душе угодно главное чтобы платформа 360 формат поддерживала новые матрицы принесли нам и технологию hdr для видеосъемки по заявлению производителя он предназначен для использования при ярком солнечном освещении и призван компенсировать зоны пересвета и должен сказать справляется с этим неплохо но к сожалению hdr не работает с full state стабилизации еще одним дополнением стала возможность съемки с брикетингом на 3 5 7 и 9 фотографий причем одновременно снимая как jpeg так и raw dnj интерьерная фотосъемка теперь прям радует глаз как в тенях так и в хайлайтах но не будем забывать что такой вариант годится только для статики и без людей в кадре так как примеру процесс съемки серии с 9 фото занимает несколько секунд и конечно же не забыли нам добавить и айлок режим для видео достаточно полезное свойство для последующей цветокоррекции работает хорошо позволяет снимать на пару стопов экспозиции ниже цветовые пятна в глаз не лезут да и фирменный лут сам по себе красит неплохо конечно же в камере есть много чего интересного и об этом можно разговаривать часами но к сожалению это невозможно уместить в один обзор поэтому мы сделали акценты только на самых важных моментов если у вас появились вопросы о том как использовать данную камеру или вообще о съемке формате 360 подписывайтесь на канал ставьте лайк и пишите в комментариях о чем бы вы хотели узнать и мы обязательно подготовим для вас очередной выпуск все пока субтитры сделал DimaTorzok